МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Выборы в России давно уже не имеют ничего общего с демократическими процедурами. Это организованный властями спектакль по легитимизации преступного режима, к которому не допускают даже самую травоядную оппозицию. Толпа людоедов сама себе продлевает полномочия и делает вид, что все законно, что можно и дальше захватывать чужое, убивать и грабить". К осени 2021 года публичная российская политика окончательно превратилась в труп. Независимых медиа не осталось. Реальная оппозиция или в изгнании, или в тюрьме, или в могиле. Население зомбируется круглосуточно, а любое недовольство властями приравнивается к государственной измене. К выборам в Думу, которые пройдут уже на этой неделе, допустили только те партии, которые открыто приветствуют путинские преступления или, как в случае с некогда либеральным яблоком, пытаются оправдать их, например, призывами к какому-то новому псевдореферендуму в Крыму. Возможности для фальсификаций колоссальные. Голосование на этих выборах растянуто на три дня. Иностранных наблюдателей нет. Свои почти сплошь прикормленные или запуганные. Это гарантия того, что из всех пропутинских ублюдков в так называемый парламент пройдут только самые пропутинские и самые ублюдочные. Легитимность этих выборов не просто нулевая, она отрицательная. Ведь голосование не только проходит в условиях фактического захвата власти ФСБшной хунтой, но еще и проводится на оккупированных территориях Украины. Крымчаны, жители захваченной части Донбасса, гонят на это голосование, буквально принуждают к участию в нем. Почти наверняка после этих выборов в Думе появятся не только вдохновители войны против Украины или предатели вроде Поклонской, но и непосредственные участники российской агрессии, которые не вылезают из захваченных Донецка и Луганска, агитируя за себя и за своих хозяев. Эти оккупантские хари открыто говорят, что им мало захваченной украинской земли, что они желают большего. И это не какие-то политические маргиналы, не представители карликовых ни на что не способных партий. Нет, пропагандой ненависти, войны и оккупации занимаются лидеры списков максимально провластных партий. Мародерство и убийство теперь новый политический мейнстрим. Избирателю через запятую обещают пенсии повыше, цены пониже и трупов побольше. И избиратель с удовольствием за этот набор голосует, ведь ему по телевизору объяснили, что именно так выглядит величие. Украине нужно быть готовой к тому, что результаты этого голосования они будут такими, как захотят в Кремле. Так вот, результаты эти будут использованы Кремлем для оправдания своих новых преступлений. Вот смотрите, начнут говорить эти твари. Народ же голосовал за тех, кто обещал и дальше воевать против соседей, сеять вражду и мародерствовать. Значит, народ ожидает, что именно этим власть и будет заниматься. Не дадим избирателю обмануться в его ожиданиях. Надежды на то, что гарантированные фальсификации и недопуск реальной оппозиции на выборы приведут к массовым протестам, почти нет. Уличное сопротивление раздавлено. Оно оказалось неспособно к решительным действиям. Менты и сексоты просто уничтожили низовое сопротивление хунти. Скорее, эти псевдовыборы окончательно законсервируют вполне себе уже фашистский режим. Дадут путинской банде повод окончательно затянуть гайки и пуститься во все тяжкие. Бояться этого не надо. Страх вообще отвратительный советчик. Но быть готовым к новым преступным выходкам соседей надо обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова